Зауральский край. 4 января 1915 года. Первая полоса, как обычно, реклама. Гафуров, доктор Шик, доктор Брадовский. Фамилия до сих пор живет в Екатеринбурге и работает врачами. Местная хроника, естественно, телеграммы с поля действий войны. И вот фельетон, искомый фельетон, автора никто не. Это известный в Екатеринбурге журналист Вячеслав Петрович Чекин. И вот одна из его частых тем. Тема екатеринбургского пьянства. Встреча Нового года и проводы пьянства. Эпиграф из хроники. В полночь 31 декабря окончательно прекратилась торговля крепкими напитками во всех первоклассных ресторанах и клубах Екатеринбурга. Это надо посмотреть у Владимира Петровича Микитюка, какую он информацию собрал по общественному питанию Екатеринбурга. И вот в частности принятие сухого закона. В январе в прессе то и дело появлялись рекламные объявления Василия Семенова. Концертный зал России, ресторан, сегодня ежедневно, беспрерывное увеселение. В январе одна из газет констатировала встреча Нового года. В ресторане России было шумно и людно. Живые картины сменялись кабаре на сцене и в зале. Не обошлось и без небольшого скандала. Ну вот это как раз тема Вячеслава Петровича. Дальше здесь в книге «Екатеринбургские рестораны развивались вполне успешно до начала мировой войны. С введением сухого закона их популярность за одну и численность снизилась». Ну, собственно, вот в своем фильетоне Чекины пытаются утешить екатеринбургского обывателя в связи с принятием сухого закона. Хор «Полночь бьет, наступает Новый год». Содержатель. Ну, тут, очевидно, сам Семенов. Прежде в этот час бывало счастьем сердце трепетало. Видя, как кругом народ неустанно ест и пьет, и хотелось бесконечно славить, искренне, сердечно набивая свой кошель, наш великий русский хмель. Что держал в руках у пьянства и крестьянства, и дворянства. Нам казалось, все непрочно, прочен лишь один кабак. Лучший перл в страны полночной. Горько, заблуждаться можно ли так? Загремели ружья, пушки в битву, Двинулись полки и разбились, как игрушки, властелины кабаки. Час последний, старым годом отойдет уральский хмель. С шумным диким хороводом лягут пьяными в постель. Ах, последний раз уральцы, наши щедрые давальцы, что давали каждый год. Старые газеты. Нам солиднейший доход. Шансонетки с горьким стоном разойдутся по притонам или скроются в глуши. Без напитков шансонетки, птички певчие без ветки, Без паров локомобиль, без руля автомобиль, Пулеметы без патронов, полк немецкий без баронов, Иль в крещенские морозы, в грунт посаженные розы. Саврасы. Саврасами в Екатеринбурге и сам. Вячеслав Петрович называл загулявших купцов. Что без пьянства делать будем, как шантаны позабудем, Где нажитой обманом проживать. В азарте пьяном станет тысячи рублей. В шумном обществе из фей и бутылок разноцветных. Пожалей, совраса, в бедных Новый год дела поправь, Хоть один кабак оставь в утешении. С женским хором. Рядовые обыватели. Монополька под запором. Склады, лавки, погреба. Эх, жестокая судьба, каково нам на родинах, Юбилеях, именинах, свадьбах, похоронах даже, Быть не в пьяном шумном раже, А забыв завет отцов, воды разных пить сортов, И скорбя над трезвым часом полоскать утробу квасом. Дамы-хозяйки. Ну, это тоже вам часто об этом. Это содержательницы домашних обедов. У строительницы домашних обедов. Увы, ах, разбиты в прах меню у нас. Печальный час. О, что за меры. Малагинет, затмился свет. Достать модеры нельзя. Арыр. Исчез ликер. Из обращения. Война, война. Везде мучения несет она. Скорее, кончайся. Пора давно. И возвращайся в буфет вино. Аптекарь глубокомысленно. Спиритус вини. Медикамент, дающий ныне большой процент. Ночные бабочки. Ах, ах, ах. Жуть в сердцах. Как не пить? Как нам жить? Жизнь тошна без вина. От зари до зари. Хоть в глаза не смотри. Что ж теперь? Голодай? Побирайся и иди. Или горе не жди. Умирай. Извозчики у подъезда. Обойдутся господа. Нам, извозчикам, беда. На морозе, без потопки. В холод как не выбить пробки. Монопольки не хлебнуть. Без змея и путь не в путь. Немилы и заработки для извозчиков без водки. Екатерин Борк. Часто Вячеслав Петрович заканчивает свои фильетоны этим образом. Полно хныкать, господа. Обойдетесь, не беда. Поумнитесь народом. Много глупости кругом. Громко. С трезвым счастьем. С Новым годом. Никто не. Трезвым счастьем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ